Светлана Лобода в эксклюзивном интервью рассказала о своем отношении к российским артистам и беспрецедентном гонении Аллы Пугачевой и Максима Галкина из страны-агрессора, которая устроила войну в Украине. «Алла Борисовна и Максим всегда приезжали на все мои большие концерты. Мы с дочкой несколько раз бывали у них в гостях. Я все время чувствовала поддержку от них и даже в такой сложной ситуации, когда их семья подверглась беспрецедентным гонениям, они не отступали от своих принципов и выбрали сторону правды. Это вызывает глубокое уважение», — рассказала Лобода в нашем интервью. Также певица призналась, что с начала войны она не виделась ни с Галкиным, которого признали в России на агентом, ни с Пугачевой. «К сожалению, пока мы не пересекались лично, скоро у меня концерт в Тель-Авиве, может, там удастся их обнять», — рассказала Света. При этом Лобода призналась, что с российскими артистами она сейчас не общается, но и выступать в России она не собирается. «Я надеюсь, что совсем скоро Украина победит и вновь станет целостной, свободной и процветающей. Что касается концертов, моя позиция неизменна. При нынешней власти в РФ никакие мои выступления там невозможны», — сказала артистка. Добавим, комик Максим Галкин жестко высмеял артистов-путинистов во время своего концерта в США. Юморист прошелся по одесситке Ларисе Долиной, Полине Гагариной, Сергею Лазареву и Шаману. Во время своего выступления артист, признанный и на агента моря, впорвал публику шутками о российских известных людях, вставших на сторону Путина. В своем монологе он упомянул Ларису Долину родом из Одессы, Полину Гагарину, Сергея Лазарева и Шамана. Субтитры создавал DimaTorzok